А здесь именно она идёт, цвет глазка вот этого. И естественно вот эти защипы, которые под 90 градусов. Эти цветы часто путают с лилиями. Но это лилийники – многолетние растения, которые изначально применялись в медицине. Теперь радуют глаз и используются в декоре. Этот удивительный цветок может расти 30 лет на одном месте. По виду он действительно похож на лилию. Но корневая система и листья у этих растений абсолютно разные. У лилийника прикорневое расположение листьев. В данном случае вы можете наблюдать вот такой ниспадающий купол. А у лилии вот такое расположение листьев. Образуется вот такие бульбочки для будущего размножения. И отличаются корневой системой. У лилии это луковица, а у лилийника это прикорневые шнуровидные корни. Раньше здесь была и коллекция лилий. Но подземный вредитель слепыш не даёт луковичным растениям жизни. Здесь остались единичные экземпляры, выросшие из этих маленьких бульбочек. И как бы спрятались. Владельцам больших садов следует сажать как можно больше лилийников. Так в 17 веке писал известный китайский автор Чен Хо Су. Первые письменные упоминания лилийных относят к третьему тысячелетию до нашей эры. Тогда великий китайский философ Конфуций предложил использовать эти растения в качестве лекарства от тоски. Один цветок лилийника живёт всего один день. Поэтому этого красавца уже завтра не будет. Но рядом с ним распустятся новые. А старые принято убирать. Начинается цветение лилийных с конца июня. А заканчивается осенью. В Ставропольском ботаническом саду растения уже вовсю цветут и пахнут. Ботанические сады занимаются, кроме того, что сохранением генетических коллекций, мы ещё занимаемся селекцией. Наших селекционных образцов, которые мы изучаем, более 70. И есть сорта, которые с повторным цветением, разнообразные окраски и разные формы цветков. Всего в ботаническом саду более 120 сортов этих растений. И четыре своих запатентованных – карамелька, кристалл, ставропольский один и мозаика. Сорт – карамелька. Вот такая тоже красивая четырёхугольная форма цветка. Почему карамелька? Ну, нам так показалось, что она очень похожа на карамельку. Очень такие плотные листья зелёного цвета, не выгорает. И прочные цветоносы. Насладились цветением лилейных Кристина Бородюк и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение.